Тоталитаризм здесь ни при чем. Объясню почему. Для человека очень важно осознавать, что он создан для чего-то глобального. Вспомните Советский Союз. Мы с вами были маленькие. Но при этом, если углубиться сейчас в историю и хотя бы посмотреть, к примеру, на самолет Ту-154, это же безумно надежная машина, эта машина была создана на основе военного. То есть изначально создали военный самолет, который должен был в экстремальных условиях совершать как посадку, так и взлет. И потом уже его адаптировали гражданская авиация. За счет этого получилась безумно надежная машина. Но в свою очередь военные создали этот самолет, потому что у них была идея. Им государство внушило, что мы должны совершить что-то глобальное. Мы должны сделать что-то, нечто выходящее за рамки возможного. И человек делал это не потому, что его плеткой гнали, а потому что в КБ все бежали на работу, потому что всем хотел создать какую-то уникальную машину. И так сейчас работают многие компании, которые за границей, назовем это так. Когда мотивация выступает некая идея, давайте создадим вот нечто, и человек начинает тратить все свои ресурсы, которыми он обладает свободными, ради этого большого нечета. К вопросу об объединении, наверное, нас еще может объединить, опять же-таки, некая глобальная идея, когда каждому объяснят, что мы можем больше. Ну вот у нас же в России существует мнение, что мы сильнейшая нация в военной технике. Предубеждения такие, что мы сильнейшие в космосе. И люди до сих пор живут этой иллюзией. Иллюзией это действительно на сегодняшний день уже является, потому что да, мы продаем какое-то количество ракет, двигателей, ракет-носителей тем же самым американцам. Но если посмотреть перспективы, к которым идут американцы, то я думаю, что лет через 10 наша космическая промышленность уже не будет столь востребована, как она востребована до сих пор еще сейчас. То есть мы во многом на сегодняшний день, как мне кажется, берем еще от того Советского Союза. И я очень хочу, чтобы государство на сегодняшний день нам создало некую идею того, чтобы вперед, мы все можем, давайте объединимся вокруг лидера в том числе. Ну, видимо, вот что-то сейчас такое происходит. Но это не тоталитаризм. Это пропаганда, которая, если можно так сказать, может быть во благо. Это же, вас же никто не бьет палкой и не говорит, что давайте идите за идею, бейтесь. Первый телевидение, передачу видеосигнала по радиоканалу создал советский ученый, господин Зворыкин. Создал он это за пределами Советского Союза, создал он это, находясь в Соединенных Штатах Америки. Но он до безумия хотел вернуться в Советский Союз. И даже были такие попытки им совершены. Он делал это из-за тоталитаризма? Нет, он делал это из-за идеи. Он хотел, чтобы на его родине было это изобретение. И он это всячески пытался делать. Ну, не до последнего дня, конечно, в своей жизни, но вот на начальном этапе. И таких примеров много, когда вы делаете не потому, что вам палкой говорят, иди и делай, а потому, что вы это делаете, что вами движет нечто глобальное. Забота о детях. Я хочу, чтобы мои дети жили в хорошей стране. Я хочу, чтобы мои дети обладали тем, чем не обладаю сейчас я. То есть, если мы будем постоянно задумываться о будущем, о будущем нашем существовании на Земле человечества, мы будем создавать постоянно что-то новое. Это эволюция.